Пермский край Рост составит порядка 10%. На ваш взгляд, насколько это вообще существенно для образования Пермского края? Рост существенный для нашего УЗА, я считаю. Тем более, что в ходе демографического спада произошло существенное затращение. И поэтому, считаю, это существенный прибаг. На ваш взгляд, если я все правильно понял, речь-то ведь идет о том, что эти 712 мест в будущем должны распределиться неким образом равномерно по всем университетам региона. Ну и в том числе, исходя из того, какие специальности нужны. На ваш взгляд, какие специальности сегодня как раз-таки особенно нуждаются в том, чтобы увеличить количество бюджетных мест по ним? Ну, во-первых, я видел распределение по Пермскому краю, по ВУЗам. Это не совсем равномерное распределение. Политех там в большей части степени присутствует. И связано с тем, что у нас большинство инженерных направлений, нужные для Пермского края, в основном реализуются. Ну, я посмотрел, по каким направлениям мы запрашиваем дополнительно. Это, допустим, направление в рамках НОЦ, в рациональной природопользовании. Там мы запрашиваем дополнительные места. Это цифровая экономика, цифровое образование. Там мы запрашиваем дополнительные места. Ну и просто есть отрасли, которые очень нуждаются в инженерных кадрах, такие как строительство. Там тоже пойдет увеличение. Планируем. А на долю политеха сколько, получается, выпадает мест? Ну, в районе 250. 250. А, соответственно, все остальные, это уже пермские классические, там высшая школа экономики, аграрный университет. А исходя из остальных, уже известно, какие там специальности будут? Или вы только владеете информацией по политеху? Я согласовывал и участвовал в согласовании только по пермскому политеху. Угу. Что касается НОЦ, какие там именно специальности нужны будут? Вот я с вашего разрешения пользуюсь. Да, конечно. Ну, во-первых, направление прикладная геология, горное дело, нефигазовое дело, геодезия. То есть по программам бакалавриата и магистратуры запрашиваются дополнительные места. Это в рамках НОЦ. Что касается цифровой экономики, инженерных и там других специальностей? Там для нас новое направление, которое было пролицензировано бакалавриатой и магистратурой, это мехатроника и робототехника. Очевидно. Новое. Увеличение количества бюджетных мест, если мы не берем в рамках НОЦ, хотя, может быть, и в рамках НОЦ тоже, означает ли это снижение количества платных? То есть все равно же университет не может вместить в себя чисто физически абитуриентов больше, чем их поступает? Ну, это действительно взаимосвязано все. Увеличение бюджетных мест повлечет несущественное снижение по контрактникам. Но у нас большей частью это гуманитарное направление, представленное экономикой. Тут же мы не запрашиваем места, поэтому в этой части снижения не произойдет. А в этом ключе как-то меняется вообще финансовое положение университетов? Или вам федерация обеспечивает эти бюджетные места и, соответственно, в сравнении с платными экономика университета никак не меняется? С точки зрения экономики никакой разницы нет. Единственные риски, которые я оцениваю, с чем это связано, это увеличение бюджетных мест приведет к тому, что понизится средний балл ЕГЭ, который мы зафиксируем по итогам приемной кампании. А это для нас достаточно критично. А что это за собой несет? Это опять речь идет о различных рейтингах, которые в том числе берут, да? Именно рейтинги нас оценивают по рейтингам. У нас есть определенные амбиции университета, мы хотим войти в топы. И вот для того, чтобы достойно состязаться, необходимо иметь высокие показатели. А каким образом тогда вот именно этот аспект учесть? То есть, ну, это определенно ведь хорошая новость, что количество бюджетных мест увеличится, ну, вот, исходя из того, что вы говорите. А с учетом того, что я сказал, мы, например, согласились не везде брать дополнительные бюджетные места. Там, по тем направлениям, у которых у нас достаточно низкие рейтинги по среднему баллу ЕГЭ, мы их просто не предложили, мы их не дали к увеличению. А там, где нам давали, мы где-то вот говорили, мы больше не возьмем, потому что, потому что. И нас слышали. А вот с точки зрения подготовки абитуриентов к поступлению, ну, понятно, то есть, все там смотрят, какой средний балл при поступлении на ту или иную специальность в тот или иной университет. И в случае того, что эта планка несколько будет занижена, не получится ли так, что абитуриенты, ну, грубо говоря, спустя рукава будут сдавать экзамены, думаю, ну, все равно там очень много бюджетных мест, я все равно как-нибудь пройду? Не думаю. То есть, мы серьезный ВОЗ, у нас хороший конкурс, и я думаю, что поступать тоже придется постараться, особенно на те направления, которые интересуют абитуриентов. Заходите в университет на оставшиеся направления, которые никому не интересны, тоже никому не интересны. Ну, то есть, вы считаете, что чисто с психологической точки зрения это на абитуриентов-то не должно никак повлиять? Никак. Потому что то, что я перечислил, направления строительства очень популярны. Пойдут ребята, тем более дорожное строительство. IT-технологии тоже пойдут, и у нас хорошие преподаватели, хорошо готовят. Ну, и, естественно, нефтянка, геолога-разведка, там тоже востребованное направление с большим конкурсом. Туда надо постараться попасть, думая, что дают дополнительные места, и все так легко получится. Это заблуждение. Николай Владимирович, а вот с точки зрения диалога с бизнесом, насколько я помню, в том числе, это ведь тоже включено в эти 712 бюджетных мест, то есть консультировались неким образом с представителями предпринимательского сообщества. Какие кадры им нужны, и в какой области? Вот был ли такой разговор, и, собственно, к чему он приводит? Ну, во-первых, подавал заявку на дополнительные места Край и Министерство образования, и оно, я так думаю, что это все учитывало. Я знаю, как не просто шел вопрос по выделению дополнительных мест под строительство, дорожное строительство, строительство нацплов, и там, как говорится, с бизнесом было полное взаимодействие, и это все учитывалось. Ну, так же и по другим направлениям. А дорожное строительство, с чем вы связываете, ну, там, некие шероховатости при получении бюджетных мест? У нас, вроде бы, это как раз отрасль сейчас живет и живее всех живых. Да, живее всех живых, но я считаю, дело немножко в экономике Края, то есть хорошие заказы на строительство дорог получают, к сожалению, не компании Пермского края, а выигрывают тендеры другие фирмы, которые к нам заходят. И они, выигрывая конкурс, зная, что у него работы на год, на два, на три, они не заинтересованы в долгосрочной подготовке, перспективной подготовке кадров, то есть они в этом плане не защищены. И я думаю, что вот это является одной из причин. У нас дорожное строительство находится в рамках просто строительства, и если сравнивать и там строительство, и тут строительство, на конкурсы, на дорожное строительство по среднему баллу ЕГЭ был ниже, чем направление строительства в целом. И это как раз в этом. Николай Владимирович, и такой общий вопрос. Понятно, что заявка уже отправлена, но каковы шансы, что ее одобрят именно в таком виде? Было ли когда-нибудь такое, что не одобряли или давали меньше запрошенных мест? Ну вот это, как говорится, исполняется впервые. Я 10 лет работаю в университете проректором. На моих глазах это происходит первый раз, вот такое дополнительное выделение. Ну в таком объеме, скажем так. Поэтому я думаю, что с учетом обещаний удовлетворят однозначно. Для нас самая главная задача достойная подготовиться, встретить вот такое увеличение объема и начать учебный год с 1 сентября нормально. Уже с новыми студентами. Николай Владимирович, спасибо вам большое. На связи со студией был Николай Лобов, проректор по учебной работе Пермского политеха. Субтитры создавал DimaTorzok